в сегодняшнем видео я хочу затронуть опять больную тему который несмотря на то что у нас уже много контента на данную тематику все равно вопросы поступают и поступают и я хочу сузить круг этой проблемы а эта проблема это прыщи внезапно нахлынувши за человека на самом деле опять-таки я не хочу сейчас разбирать именно акне как диагноз какие-то распространенные явления в виде высыпаний на коже а именно когда эти вещи возникают эпизодически чем-то спровоцированы каким-то нарушением диете или там допустим циклом у женщин и так далее гормональными какими-то изменениями временными но что делать нужно выглядеть более-менее прилично прыщ все-таки вылез да и сейчас очень многие страдают тоже от не характерных для них высыпаний например нижней части лица за счет того что вынуждены носить генические маски которые создают парниковый эффект да особенно если люди наносят какие-то средства различные да и тональные в том числе основы и плотные какие-то текстуры и потом надевают маску то весь негатив усугубляется конечно как говорится нам с этими масками еще наверное жить довольно таки долго хочется надеяться что не очень но все равно надо приспосабливаться человек способен приспособиться ко всему поэтому нас есть отдельное видео на тему масок можете посмотреть его там как раз я именно на этом моменте акцентирую внимание как минимизировать скажем так негативный эффект от этого явления а сегодня я хочу как раз поговорить о том что делать если вылез прыщ для начала отличие прыщей нужно понять что это в основном то что мы называем именно прыщом не комедоном там не закупоренной порой а именно прыщом мы называем чаще всего либо подкожный элемент который не имеет желтой головки он красный он болит он возвышается над кожей и этот элемент воспалительный называется папула выдавливать мы его не можем сделать мы с ним практически ничего механически не можем он еще не созрел и не всегда он вызревает превращается в пустулу а пустулу это уже второй вариант когда появилась желтая головка это уже воспалительный элемент в который мы можем визуально наблюдать гной инкапсулированный и собственно с папулой нам два пути это либо он сам рассосется условно говоря мы ему поможем в этом либо он превратится в пустулу которую мы сможем экстрагировать или как-то по-другому подсушить подлечить так вот что мы можем делать если есть папула если есть папула мы можем протирать участок кожи несколько дней да то есть не постоянно жить на антисептика несколько дней воспользоваться не спиртовыми антисептиками вот этот участок кожи дезинфицировать потому что явно там микрофлора стала преобладать например уже условно патогенная и для этого можем использовать или 0,05 процентный хлоргексидин не спиртовой или чуть подороже но посильнее это октонисепт и два раза в день мы можем этот участок кожи проблемный протирать мы можем также использовать рассасывающие компрессы у нас тоже есть видео где я показываю как его сделать из обычного пластыря кусочка ватного диска и на ночь делать вот такие вот компрессики с мазью вишневского или сахтеоловую мазью иногда можно даже просто смешать и сделать вот такой компресс из этих двух компонентов если они оба у вас есть главное чтобы доступа воздуха к самому вот этому элементу не было в тот момент когда на нем находится компресс то есть мы берем для этого обычный пластырь не бактерицидный вырезаем такой квадратик или короче кому что удобно и кладем в центр кусочек ватного диска на него уже наносим мазь и таким образом мы приклеиваем например вокруг нашего воспалительного элемента вот этот пластырь и доступ воздуха мы минимизируем то есть он туда не попадает если мы просто приклеили обычный бактерицидный пластырь то конечно бы там воздух циркулировал и компресса бы уже не получилось кроме того у нас есть такое еще средство аптечное недорогое сравнительно как леомиколь и конечно не злоупотребляя и мы не пользуюсь постоянно если мы пользуемся эпизодически он может в некоторых случаях помочь быстрее разрешится вот это папуле этому подкожному элементу если конечно микрофлора которая вызвала его появление будет чувствительно клевометицину то есть у достаточно большого процента людей такая такой способ помогает быстрее избавиться от прыща но не у всех что же делать если пустула пустула это гнойная головка уже созревший можно сказать прыщ и мы можем уже его либо экстрагировать если мы умеем и если у нас есть ложка уна или случайно сами не дай бог содрали бывает и такое вот и тогда уже поврежденный участок кожи мы обязательно должны обработать антисептиком опять-таки использовать тот же самый флоргексидин актенисепт мы уже должны минимизировать присутствие там патогенной микрофлоры можем допустим использовать порошочек бониоцин поверх этого элемента и опять-таки в данном случае если мы выдавили выдавили не до конца боимся что не все как говорится выдвилось или содрали случайно и подозреваем что гной там остался как раз компрессы тоже с мазью вишневского они достаточно хорошо помогают за ночь могут вытянуть как говорится все лишнее из вот этого не до экстрагированного пустулезного элемента и дальше с утра нам останется только обработать это место антисептиком и присыпать порошочком бониоцин что же делать для того чтобы профилактику осуществить или когда вот как говорится уже один появился и чтобы и его друзья не пришли рядом как говорится на вечеринку конечно же нужно противовоспалительные какие-то средства в уход вводить и это могут быть уходовые средства косметические которые содержат например миндальную кислоту которая обладает хорошим антимикробным действием а злоиновую кислоту которая опять-таки обладает хорошим антимикробным действием еще и предотвращает появление или выраженность элементов с постакне вот стоп акне с азолаиновой кислотой альфа дерм гильдековский с миндальной кислотой можем использовать в то время когда у нас как говорится обострились эти воспаления наносить либо локально либо ну в случае альфа дерма можем вообще на все лицо наносить тушь не масса еще других полезных функций вот и таким образом там можем эпизодически использовать это как со средства либо там тот же самый альфа дерм мы зачастую используем постоянно допустим несколько раз в неделю ежевечерней когда у нас например кожа склонная гиперкератозу к пигментации то есть как уже такое уходовое лечебно-профилактическое средство с прицелом больше на ликвидацию гиперкератоза чем на борьбу с воспалениями могу сказать по своему личному опыту мне например в случае эпизодических каких-то воспалений а у меня комбинированная кожа несмотря на возраст склонная к воспалениям и вот маски тоже порой усугубляют это дело мне альфа дерм очень хорошо помогает то есть я начинаю несколько дней его использовать ежевечерней наношу на все лицо или там на участок кожи где у меня воспалительные элементы появились и они достаточно быстро уходят стоп акне тоже хорошо вот стоп акне как раз хорошо помогает при эпизодических воспалений например подростковом возрасте можно использовать то и другое и важный момент как замаскировать если вот этот вот прыщ мешает нам жить а у нас какое-то ответственное мероприятие и по-любому мы должны как-то его в общем из обозрения убрать для этого конечно существуют корректоры локальные то есть я вообще противник плотных тональных средств на проблемной коже потому что работа с такой проблемной кожи напоминает бег белки в колесе выхода нет шаг вперед два шага назад поэтому если кожа проблемная по-любому нужно использовать средства более легкие по текстуре некомедогенные может быть с каким-то полупрозрачным тоном потому что к сожалению когда мы наносим плотное средство на лицо понятно что на фотографии это будет возможно и незаметно наших прыщей или каких-нибудь рубцов гиппо или гипертрофических но когда мы в живой общаемся с человеком и конечно же считываем весь этот рельеф неровный и свет по-разному падает поэтому нет смысла вообще маскировать такой неровный рельеф какими-то плотными тональными средствами вот это вот мое такое личное мнение и возможно многие с ним согласятся если вы с этим не согласны пишите в комментариях почему есть согласны тоже и соответственно вот эти вот места которые являются в данный момент воспалительным элементом они красные или там синюшные или там была ранка какая-то их лучше маскировать локально на самом деле здесь тоже надо понимать что лучше мы каким-то легеньким полупрозрачным корректором замажем наш дефект чем мы там воду в водрузим гору из всяких плотных штукатурка подобных средств и все равно это будет видно поэтому здесь как раз важно что плотность текстуры корректора камуфлирующего какого-то точечного средства и его цвет тут на самом деле многие тоже совершают некоторые ошибки когда берут цветные корректоры которые в принципе предназначены для какого-то сценического макияжа для каких-то там фото а в жизни мы все равно не сможем скорректировать допустим синюшный фиолетовый какой-то такой с фиолетовым подтоном красный прыщ например зеленым корректором потому что мы в итоге получим какое-то бурое еще более темное пятно корректор зачастую зеленые на самом деле продаются почему-то гораздо проще взять просто бежевый телесный корректор с желтоватым как раз подтоном потому что вспомним как учат на визажистов например да синяки под глазами фиолетовый маскируем всегда желтым красные прыщи зеленым но это тоже немножко не всегда применительно к жизни тоже красный прыщи не всегда тоже зеленым корректором маскируется проще бежевым полупрозрачным замазать иной раз но действительно вот этот синюшный подтон он желтоватым хорошо нивелируется потому что наша кожа она вообще с желтоватым чаще всего подтоном ну то есть сам телесный цвет он содержит много тонов в том числе желтый и он преобладает и поэтому когда у нас желтый цвет накладывается на желтый его становится гораздо больше чем фиолетового который в прыще и таким образом маскируем его поэтому если у вас корректор бежеватый вы с большим успехом замаскируете такой синюшный подкожник например соответственно что делать уже с тем прыщом который мы или содрали или там допустим выдавили сразу конечно его вообще нереально замаскировать лучше вообще его не трогать честно говоря потому что лучше нормально выровнять лицо сделать что вы там хотите с ним сделать нанести декоративную косметику но не трогать вот этот сочащийся сукровица и прыщ да во первых мы туда инфекцию занесем во вторых все равно это невозможно будет сделать сукровица будет какое-то время еще поступать пока не образуется корочка и коррекция не удастся поэтому здесь как раз надо дождаться того момента когда затянется эпитализируется поверхности потом можно локально чем-то замаскировать и соответственно если вам срочно надо куда-то идти я обычно советую взять все таки порошочек баниоцин продезинфицировать это место до баниоцином присыпать и потом уже когда нибудь в течение дня если прям очень надо чем-то там припудрить то есть вот такие вот моменты чисто технически которые могут облегчить жизнь я хотела упомянуть в этом видео и если у вас будут какие-то советы лайфхаки комментарии на тему как замаскировать лучше что делать да кому-то может какие-то тональные средства или корректора больше всего нравится я думаю что эта информация будет всем полезна кто интересуется этой темой и буду очень рада побеседовать на тему в комментариях подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик будем рады видеть нас в следующих наших выпусках влога и